Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от Марка 1-2, мы зададимся вопросом, чем оправдывается неверное цитирование Марком Ветхозаветного пророчества? Пророчество. Пророчество звучит у Марка. Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Это пророчество об Иоанне Крестителе и древние экзегеты говорили. «Не об одном пророке нету пророчеств в Писании, кроме Иоанна Крестителя. Он и сам пророчествует о Христе, и о нем есть пророчество». Теперь мы посмотрим, как этот текст звучит у Малахии. Третья глава, первый стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Ну, собственно говоря, мы должны обратить внимание на первую часть. Это у Марка, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». И у Малахии. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». И этого достаточно. Здесь, конечно, обращает на себя внимание то, что евангелист пишет, как написано у пророков. У каких пророков, если это пророчество, мы видим только у Малахии. Дело в том, что тот раздел, в котором помещается книга пророка Малахии, в еврейском народе называется «малые пророки». И там слово «пророки», «набиим» оно во множественном числе. Ириней Леонский писал, «В начале Евангелия, то есть Евангелия от Марка, ясно звучат голоса святых пророков, имея в виду малых пророков, и того, кого они сами исповедовали, как Господа Бога, Отца Господа нашего Иисуса Христа, который по обещанию послал ангела своего пред лицом его». Это был Иоанн в духе и силе Ильи, возглашавший в пустыне «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Так и каждый из пророков проповедовал не какого-то своего Бога, но все они говорили об одном и том же Боге, они по-разному его обозначали и давали многие ему имена. Блаженный Ириней Леонский обращает внимание на то, что речь пророка Малахи, она как бы была немножко разъединена для того, чтобы предложить и некие дополнения, например, о том, что Господь явится и в храме, хотя непонятно, что имеется в виду под храмом, может быть, под храмом имеется явление Христа народу, как в Евангелии от Иоанна сказано, «И слово стало плотью, и обитала с нами полная благодать и истины». И сам Христос, указывая на свое тело, говорил, «Разрушьте этот храм, а я в три дня восстановлю его», то есть произойдет воскресенье на третий день. Таким образом, недоумения, как бы несовпадения, они возникают только в том случае, если мы невнимательно вчитываемся в тексты, которые сравниваем. При более внимательном отношении к текстам, которые как бы внешне не очень соответствуют один другому, мы видим, что на самом деле они дополняют один текст другой. Берегите себя, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова